Добрый день! 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 И результат, первая ласточка, так сказать, нашей работы. Но то, что я вначале увидел, конечно, материала было не очень много. Потому что как раз разъехались, остались ребята старшие, которые были не того уровня, не уровня сборной. И все буквально начинали с нуля. Но материал постепенно нашли. Оказалось, что в Чувашской республике дети способны, что родители хотят, чтобы дети занимались. Мы нашли общий язык с родителями, и сейчас у нас есть такой очень большой, достаточно большой поток желающих маленьких, которые готовы. Действительно, родители готовы в детей вкладываться и болеть этим делом настольным теннисом. Каков костяк сейчас в количественном отношении тех девчонок, которыми ты сейчас занимаешься? И вообще правильно я понимаю, что в основном сейчас упор сделан именно на, скажем так, на представительниц, юных представительниц нашего слабого или сильного пола? Ну, так получается почему-то, я вообще в стране такую картину наблюдаю, что девочки, сейчас больше девочек, которые горят, действительно хотят что-то делать. Они более замотивированы на результат. Это, мне кажется, такая тенденция в стране. Может быть, я ошибаюсь, может быть, это мне так везет. Но, тем не менее, вот из того материала, который был, сразу выделялись девочки. Соответственно, у меня нет какого-то такого, что я там хочу работать или с мальчиками, или с девочками. Им просто так получилось, что образовалась некая команда. Вот у нас сейчас команда, она выступает в клубном чемпионате. Две девочки 2005 года рождения, в том числе Баранова Мария, которая вернулась из верхней Пашмы. Иванова Екатерина 2006 года рождения, которая ездила на первенство Европы. И две девочки Пуговкина Юлия и Иванова Анастасия 2007 года, которые сейчас конкурируют за место в Минни-Кадетской сборной. У них получилась вот такая вот команда очень интересная. У них внутри команды конкуренции, как бы их легко тренировать вместе. Но при этом у нас есть некоторые мальчики, ну, может быть, пока они до этого уровня не дотягивают. Но, в частности, есть постарше Максим Кабуркин, который показывал результаты еще в Минни-Кадетах. Он с отъездом старшего тренера не поехал, то есть он остался в Чебоксарах. Какое-то время вот эту пересменку он потерял, но когда я приехал, то есть работа возобновилась. И сейчас он, в общем-то, вернулся на тот уровень, с которого он начинал. То есть он по Минни-Кадетам был победителем топ-24, и вот сейчас по Кадетам как бы вновь стал победителем. Поэтому мальчики тоже есть, просто в меньшем таком представительстве. Кстати, вопрос, которых многие вот задавали, родственницы Ивановы. Нет, так интересно, что в Чувашской республике фамилия Иванов, Иванова, она очень распространена. То есть там нет, как говорят, нет ни одного класса школы, где не было бы одного-двух Ивановых. То есть это не братья, не сестры, это однопамильцы. Их очень много. Исконная чувашская фамилия, да? Прям вообще. Вопрос такой. Мы здесь со многими тренером уже обсуждали вопрос, достаточно ли в нашей стране турниров. Ну, по Кадетам, все-таки, я думаю, наверное, здесь единозначное мнение, что достаточно. По Минни-Кадетам, твое мнение, Артем, сколько турниров хватает ли для самых наших юных этого соревновательного графика? Я думаю, что безусловно хватает. Хватает соревновательного графика. И я бы даже, наверное, хотел бы обратить внимание, может быть, даже общественности, федерации, на то, что детям, вот, например, младший Минни-Кадетский возраст, он же делится тоже на два, вот сейчас 2006 год и 2007 год Минни-Кадетский. Вот 2007 году, например, я считаю, рано играть два топа в течение сезона по своему возрасту. Почему? Потому что дети, они воспринимают, как бы, настольный теннис, каждое поражение воспринимают как трагедию, каждую победу воспринимают как фейерверк. То есть в кадетах уже дети относятся немножко спокойнее, у них нету, да, очень гипертрофированные отношения, и часто бывает так, что ребенок может замкнуться в себе от какого-то поражения, воспринять его как свое последнее поражение. В принципе, вот я поэтому против таких вот баталий, где они прям вот конкретно конкурируют между собой. Я больше за то, чтобы до 12 лет они играли все-таки со старшими, это мое личное мнение, чтобы они меньше играли вот именно со своим возрастом и куда-то бы отбирались по своему возрасту. Ну ты как раз предусмотрел мой вопрос, давний здесь идет спор, и, скажем так, стороны я определил бы как представителей сторон, как Валентин Викторович Команов и Игорь Рубцов. То есть Валентин Викторович рекомендует до 12 лет, вот буквально то, что ты говоришь, не увлекаться соревнованиями именно самых юных на, может быть, на российском уровне, да, может быть, внутри города, школы. Игорь Рубцов считает, ну как профессионал, игрок сборной и игрок, который решает самую высшую задачу. Он говорит, что это все не важно, то есть, ну, условно говоря, лес рубят, щепки летят. Мы найдем эти несколько бриллиантов, что будет со всеми остальными в психологическом плане, это вопрос уже лично их. Можно чуть-чуть подробнее сейчас рассказать именно о том, чуть-чуть какие именно психологические проблемы приходится решать, с чем сталкиваться, и насколько это вообще опасно, вот именно такое огромное психическое напряжение в таком возрасте, именно 8 лет, 9, 10? Я думаю, что вот опасно именно вот 9, 10, 11 лет. В 8 они еще не настолько понимают, они как раз в 8 относятся проще. В 9, 10 у них происходит понимание, зачем они это делают. И вот здесь вот они воспринимают, как правильно сказали, гипертрофировано все это. Я бы здесь стал, как бы, немножко между этими мнениями. То есть, вот Валентин Викторович, он говорит, что в Китае, что они практически там не играют до 12 лет. Я был в Китае, то есть, что я видел, это большое количество товарищеских матчей, когда центр на центр, то есть, приезжают, и там целый день они играют в соревнования. Это, конечно, не то напряжение, как там куда-то отбор сборной, но это достаточно игровая практика. И вот я считаю, что практики игровой должно быть достаточно. Но она должна быть вот в таком формате, то есть, именно как соревнования со старшими, где ты играешь. Да, где-то ты встречаешься со своим возрастом, но это не должны быть решающие матчи, когда вот создается вот это внутреннее ощущение, что все решается. Вот я считаю, что маленькие, они должны играть больше именно со старшими. Играть они должны почему? Потому что, если ты не играешь вообще, если ребенок играет мало соревнований, то мы сталкиваемся с тем, что мы не можем вот то, что тренируем на тренировках, как бы ввести в игру. Все элементы, какие-то там связки, подачи, приемы подачи, они тренируются, но ввести их можно только через игру. И когда мы все сводим какому-то вот в 10-11 лет к отбору, когда человек отбирается, он волей-неволей, как бы ты его ни заставлял, он будет все равно играть несколько такой упрощенный вариант, не будет использовать полностью то, что отрабатывал на тренировках. И это у него потом, он это запоминает. Он это запоминает, и потом как бы сложно донести до него, сложно заставить его в 12-13 лет начать это применять. То есть он начинает как бы, вот то, что детские же они ощущения очень сильные, вот это все запоминается, и ребенок потом неосознанно начинает упрощать игру. Вот на мой взгляд, вот с такими, вот это самая сложная проблема. Ребенку объяснить, что вот этот матч ничего не значит. Как ему это объяснить, когда он понимает, что он борется, он уже в 11 лет не совсем ребенок, то есть он уже понимает, что он отбирается в сборную, что он борется соперницей в Европе. Сказать ему, что ты знаешь, этот матч ничего не решает, это не прокатывает. Поэтому вот с этим приходится бороться. Ну и, наверное, вопрос такой, мне интересно всегда с тобой беседовать, я думаю, мы еще сделаем с тобой интервью. Вопрос такой, насколько бы ты оценил вот игровые условия, да, тот уровень организации, который обеспечивает оргкомитет турнира Никитина? Ну, на мой взгляд, вот ездили в Страсбург на первенство Европы по мини-кадетам, и здесь организовано лучше. То есть, ну, на мой взгляд, лучше зал, лучше судейство, что немаловажно, лучше. То есть, ну, мне больше, то есть я бы оценил вот организацию здесь выше, чем в Страсбурге на первенство Европы мини-кадетском. Ну что ж, это был Артем Уточкин, мы хотели бы от лица зрителей, Артем, поблагодарить тебя. Я знаю, что у Артема есть, он очень активный в стороне веб, очень большая активность, есть свой сайт, мы приглашаем посетить сайт Артема, который вы найдете без труда, набрав в поисковике Артем Уточкин. Наверное, будем заканчивать наше интервью. Спасибо тебе, Артем, желаем удачи, и еще не раз, надеюсь, увидеться с тобой. Спасибо большое, всем успехов! Спасибо. Спасибо.